МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этой встрече участники утвердили возмещаемые затраты проекта на 2015 год и на 76 миллионов долларов оптимизировали расходы на текущий 2016-й. По решению Объединенного комитета оператор проекта компания «Тоталь. Разведка. Разработка. Россия» должен пересмотреть смету расходов в сторону уменьшения еще на 60 миллионов. Новая смета будет представлена на следующем заседании Объединенного комитета Хориагинского СРП, которое пройдет летом в Наринмаре. Инвесторы с пониманием отнеслись к процессу снижения затрат, отметил губернатор округа Игорь Кошин. Чем ниже затраты проекта, тем больше средств поступает в бюджеты всех уровней, в том числе в бюджет округа, который на треть состоит из доходов от Хориагинского СРП. Важно подчеркнуть, что экономия не коснется добычи нефти, затрат на обслуживание, ремонт, эксплуатацию и безопасность объектов. Размер возмещаемых затрат Хориагинского проекта в 2014 году составил 460 миллионов долларов, в 2015 – 349. Изначальная смета на 2016 год была рассчитана на 394 миллиона долларов. По итогам решения членов Объединенного комитета она стала 318 миллионов. И это не предел, отметил глава округа. На следующем заседании комитета в Наринмаре планируем еще снизить затраты проекта. Бюджет округа находится под риском недополучения нескольких миллиардов рублей. Поэтому важно использовать все возможности его пополнения. В Наринмаре откроется подразделение аварийно-спасательного формирования по ликвидации разливов нефти. Обсуждение этого вопроса прошло в ходе рабочей встречи заместителя губернатора округа Олега Белака с руководством Arctic Spetservice. Как сообщили представители общества, подразделение планируют открыть в июле 2016 года. В настоящее время проводится набор людей из числа местных жителей для формирования аварийной группы. В подразделении будут созданы 12 рабочих мест. Все специалисты пройдут необходимую подготовку в учебном центре, а также аттестацию по направлению газоспасения. В период навигации будет завезено необходимое для локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов оборудование. Это скиммеры, береговые и речные боны, емкости, а также плавсредства. Аварийная группа общей численностью посменно будет нести круглосуточное дежурство. В случае необходимости спасатели будут проводить работы по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на месторождениях, а также участвовать в учениях. Сейчас компания ведет переговоры с недропользователями региона с целью заключения договоров на оказание соответствующих услуг. Нефть. Какая она? Все привыкли, что это жидкость, однако есть вид, который замерзает и становится вязким при температуре плюс 39 градусов. Как же ее извлечь из недр? Какие современные разработки есть для добычи этого полезного ископаемого? Об этом и многом другом из жизни нефтяников смогли узнать выпускники школ непосредственно из уст представителей этой профессии. В этом году ежегодный урок по профориентации прошел в здании «Лукойл Севернефтегаза». Нефтяная отрасль – это значимый вклад в бюджет страны и региона, а также и в социальную жизнь. Но для будущих выпускников нефтянка – это еще и вклад в свое будущее развитие. А заранее узнать то, чего стоит ожидать от предстоящего дела жизни – это большой плюс для будущих специалистов. Самое время для 11-10 классов, чтобы уже задуматься о том, кем ты хочешь стать, где лучше тебе устроиться. И в принципе «Лукойл Коми» сегодня показывает, что у них достойное предприятие. Много чего узнали нового, полезного даже для обычного понимания, чем в основном занимается округ, на чем строится бюджет даже. И сама отрасль нефтяной промышленности, нефтедобыча, переработка – тоже это очень полезные вещи даже для общего чисто развития. Однако Валерий с нефтяной отраслью связывает свою дальнейшую жизнь, пока не намерен. А вот другой слушатель открытого урока, десятиклассник Вячеслав Ткачев, в будущем планирует работать в нефтяной компании. Выбор профессии – это очень важно, и от него зависит вся дальнейшая жизнь. Например, сегодня я узнал очень много о компании «Лукойл», о том, какие специальности нужны для того, чтобы устроиться здесь на работу. Потому что лично я, например, уже определился с выбором специальности, и, скорее всего, я буду инженером по охране труда. Инженер по охране труда – это, в общем, широкая профессия, но, скорее всего, я буду работать в какой-то нефтяной компании. В Владиславе есть возможность попасть на работу в компанию «Лукойл». Уже несколько лет предприятие сотрудничает с Сухтинским государственным техническим университетом ИСАФУ. После получения высшего образования новоявленные специалисты приходят на промысел в должности оператора по добыче нефти и газа. В регионе, в основном округе, очень широко представлена нефтяная отрасль, которая является основой развития округа. И вносит огромный вклад как в бюджет, так и в социальную жизнь. «Лукойл Коми» занимает второе место по объёмам добычи нефти среди компаний группы «Лукойл». Общество работает в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и считается крупнейшим недропользователем на северо-западе России. Алена Валей, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». 50 обновлённых портретов фронтовиков вышли в свет. В округе продолжается подготовка ко всероссийской акции «Бессмертный полк». Первый в России памятник оленным батальонам. Телеканал «Север» продолжает серию зарисовок о памятниках Великой Победы. Акция «Мы идём на встречу с памятью», проводимая нашей телерадиокомпанией в самом разгаре. В её рамках абсолютно бесплатно можно обновить, увеличить, распечатать и привести к единому формату фотографии участников Великой Отечественной войны. Для участия в акции «Бессмертный полк» она традиционно состоится 9 мая. Скажи, пожалуйста, что ты сейчас делаешь? Штенд для 9 мая. А что для тебя значит этот праздник? Праздник Победы. Праздник наших бабушек и дедушек, которые сделали так, чтобы мы жили в таких условиях. А ты делаешь это на добровольной основе? Приходишь сюда просто так? Ну да, помогаю людям. Этой работой ученики третьей школы занимаются с большим удовольствием. Для того, чтобы изготовить такой штенд, необходимо совсем немного. Черенок, фанера, клей, пара гвоздей и около часа времени. Но для ребят ни время, ни потраченные силы не сравняться с той пользой, которую они приносят. Мы это делаем ради победы. Наши деды воевали на этой войне. Мы должны тоже сделать свой вклад в это дело, в наше государство. И изготовление штендера – это только один из этапов для того, чтобы участники акции смогли пройтись в рядах бессмертного полка. Это уже не первая фотография, которая станет участницей этой всероссийской акции. Магазин «София» в лице руководителя Дмитрия Крыкалова откликнулся стать участником совместного проекта. Память отцов и дедов надо хранить вечно. Потому что мой дед погиб в Великую Честную войну. Много знакомых погибли. Много наших советских солдат сложили голову, чтобы нам жилось очень хорошо. И не было никакой больше войны. Акцию наша телерадиокомпания проводит совместно с региональным центром молодёжной политики и военно-патриотического воспитания молодёжи. Благодаря совместным усилиям уже удалось обновить порядка 50 фотографий фронтовиков. В этой акции мы не остались одиноки. Откликнулись нам помочь и школьники школ номер один, школы номер три, учащиеся школ округа города, которые занимаются в кружках самодеятельности при Доме детского творчества. А также фотографии нам печатает сеть магазинов «София». Заказчику остаётся только прийти в нашу телерадиокомпанию с заготовым портретом. Вообще великолепно выполненная работа, очень профессиональная, хорошо сделаны фотографии. И полагаю, что именно с этими фотографиями мы сможем принять участие в акции «Бессмертный полк» не только в этом году, но и в следующие годы. Спасибо огромное. Продлится приём заявлений от родственников ветеранов до 4 мая включительно. Каждый заявитель должен заполнить специальную анкету и принести фотографию по адресу улицы Ленина, дом 25А. Во время Великой Отечественной войны их называли по-разному. Арктические танки, заполярная кавалерия, рогатые гвардейцы. Олено-транспортные батальоны были сформированы в ноябре 1941 года для 14-й армии Карельского фронта, действовавшей в мурманском направлении. За годы войны в Заполярье бойцы-оленеводы вывезли с линии фронта более 10 тысяч раненых и больных, доставили для выполнения боевых заданий почти 8 тысяч военнослужащих, перевезли 17 тысяч тонн боеприпасов и военных грузов, эвакуировали из тундры 162 аварийных самолёта. Боевому подвигу северных оленей в Наринмаре в 2012 году установлен памятник. Он стал первым памятником в России, посвящённым самым мобильным батальонам. В начале 42-го войсковая разведка немецкой горной армии Лапландия, что на Карельском фронте, установила, что в тылах 14-й армии противника появились части с загадочным названием ОТ и порядковыми номерами после этих загадочных букв. Немецкие генштабисты ломали головы. У большевиков, видимо, сформированы особые танковые части. Значит, готовится наступление. Особыми частями были северные олени и их хозяева оленеводы. В первые годы войны стало ясно, что в условиях войны на Кольском полуострове с очень трудными ландшафтными условиями, где ни одна техника того времени не могла пройти, необходимо было использовать олени в качестве транспортных средств. Из Ненецкого округа на Карельский фронт было отправлено более 7 тысяч оленей в сопровождении оленеводов, из которых было сформировано 5 оленотранспортных эшелонов. Важнейшей задачей оленых частей была санитарная эвакуация раненых, доставки грузов на передовую и аэродромы. Опасной, но очень нужной для фронта была работа по спасению экипажей, сбитых самолетов и эвакуации боевых машин, упавших в гористой малодоступной местности. Немецкое командование находилось в шоке. Олени с русскими бойцами появлялись внезапно за 120 километров от линии фронта, оттуда, где их никто не ждал. Выполнив задание, они также стремительно и бесшумно исчезали. Олень даже раненый никогда не издавал ни звука. Немцы оленей ненавидели. Немцы оленей ненавидели, а немцы русские коми любили. Порой делились с ними последним куском хлеба. Вообще бойцы оленей любили. Старшина взвода Михаил Русинов рассказывал в письме. Порой последний сухарик размочишь, половину сам съешь, а другой поделишься с оленем. А он смотрит на тебя, будто улыбается. Ведь они и поесть не всегда успевали. Перехватят что-нибудь по пути и все. Люди не выдерживали, засыпали на ходу, а олени шли. Известен случай, когда каюр Семен Филиппов прикрывал с собой белоснежную хапторку, с которой пришел на фронт. А зимой уже она спасала от пуль хозяина, закрывая его своим телом. Память о легендарных подвигах народов Севера, которые внесли свой вклад в успешный исход Великой Отечественной войны, на Аллее Славы стоит памятник подвигу участников олено-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны. Монумент выполнен согласно проекту Сергея Сюхина, художника из Архангельска, и представляет собой композицию «Ненец, лайка, северный олень», находящийся в самом центре солнечного диска. Памятник был изготовлен по инициативе Административного совета Старейшин НАУ, а также Управления малочисленных северных народов. Дагестанское землячество ознакомит школьников города с национальными блюдами республики. Претензий не имеем. Почти 4 месяца назад питание в городских учреждениях здравоохранения и пустозерском доме-интернате перешло на новый формат. Закупкой продуктов, их приготовлением и доставкой до потребителя теперь занимается компания «Медфуд». За это время уже налажены поставки, отрегулированы способы контроля, а для дома-интерната престарелым и инвалидам разработано свое особое меню. А в доме-интернате для престарелых и инвалидов постоянно проживает 84 человека. Большинство, 70% – это инвалиды. В соцучреждении они находятся по несколько лет. У большинства за годы жизни на севере сложились свои вкусовые предпочтения. Поэтому для компании «Медфуд» было важно разработать новое семидневное меню. Специально для постояльцев. За его соблюдением, а также за качеством пищи тщательно следят как на производстве, так и непосредственно в доме-интернате. Все поступившее питание взвешивается, а также измеряется температура каждого блюда. Бывали случаи, что не подвозят определенное количество, то, что положено по меню, по весу не совпадает. Но сразу в течение буквально 20-30 минут довозят недостаёщее количество. Если даже какие-то председательные качества, то то же самое. Они могут заменить блюдо. Осуществляется контроль и со стороны общественных организаций. В январе Союз пенсионеров и региональное отделение Союза женщин России стали регулярно посещать дом-интернат. Общественность держит этот вопрос на контроле, потому что были жалобы со стороны ветеранов. Ну и вот шаг за шагом мы это качество улучшаем. И сегодня мы видели, что действительно может быть вкусно. В начале работы компании многие постояльцы дома-интерната были недовольны питанием, так как оно значительно отличалось от того, что ранее подавали на столы. Если мы осуществляем медицинское питание, то есть какие-то запреты. Раньше мы лояльно относились немножко к этому. И понятно, учитывая специфику проживающих людей, что они местные в основном. Поэтому и продукцию-то готовили в таком ключе под местных. А сейчас то, что по медицинским показаниям есть нормы, мы по нормам сейчас выставляем, она немножко изменилась в кухне сама. По словам директора учреждения, 4 месяца – это очень маленький срок для того, чтобы изменить вкусовые предпочтения людей. Но несмотря на это, уже сейчас постояльцы дома-интерната с удовольствием идут в столовую, где их ждут вкусные, а главное – полезные блюда от компании «Медфуд». На дагестанский ужин пригласили воспитанников санаторной школы-интерната. Такой гостеприимный подарок детям решила сделать семья Абдул-Каримовых. Национальные дагестанские блюда попробовала и наша съемочная группа. Потом морковка и лук. Мы с ним вместе варим. Потом уже специи, потом уже воду наливаем, потом вода кипит и рис. Гостеприимная хапсат делится секретами дагестанского плова. В ее родном горном крае живут 14 народностей и еще 14 этнических групп. Поэтому понятие «дагестанская кухня» – это как цветная мозаика с сотнями мельчайших деталей. Из тыквы сейчас хочу готовить чуду. Чуду? Чуду, да, вот сейчас здесь я. А это что такое? Это начинка. Начинка сейчас внутри ставится, потом там жарится. Чуду – одно из самых любимых и популярных блюд дагестанской кухни. Готовится оно, по словам хозяйки, быстро. Кроме тыквенной начинки можно использовать фруктовую, мясную или творожную. Чуду, хинкали, халтама – в каждом месте их готовят по-разному, используя местные секреты, ингредиенты и способы подачи. Вот и сегодня для маленьких гостей готовят любимые блюда Хасавюртовского района. Именно оттуда приехала семья Абдулкаримовых. По случаю жизни же мы попадаем везде где-то. Здесь наша земляк Ханов Гамзат живет, работает давно. Вот с ним созвонился, он пригласил меня сюда, в принципе, тренировать детей. Так как в санаторной школе-интернате учатся дети, значит, стундры, многие приезжие, сироты, ну, чтобы им показать, какая у нас кухня, мы решили пригласить гостя. На ужин к семье Абдулкаримовых пришли шесть ребятишек. Блюда дагестанской кухни съели за считанные минуты. Сегодня меня пригласили. Да, конечно, не холодно, а это же хорошо. Желаю Ребеку. Ночью гостей. Обрадовался? Да, я обрадовался. А какое блюдо ты уже попробовал? Плов. Понравился? Понравился. В следующий раз хозяева дома пообещали угостить их новыми блюдами. Любовь Пельмякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Увидеть наши новости можно на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее прогноз погоды. Продолжение следует.